Тема моего сегодняшнего доклада это удовлетворенность сотрудников через корпоративный мерч. Но прежде чем начать рассказывать об этом, я бы хотела немного рассказать о себе. Я так, все, начинаем. Рассказываю о себе. Меня зовут Даша, мне 24, и два с половиной года я уже работаю в компании Distillery. Как вы видите, я достаточно молодой специалист, но тем не менее у меня есть некоторый опыт и некоторые компетенции в процессах, которые есть у нас в компании. Я не зря выделила здесь мерч, потому что для меня это мой самый первый процесс, самый любимый, самый плодотворный, на который я убила очень много времени, сил, и все это было не зря. Ну и сейчас пару слов о компании, в которой я работаю. Как уже рассказала моя коллега, немного приторможу, пока все рассаживаются. Компания Distillery это большая международная компания, офисы которой располагаются на трех континентах и в четырех странах. Это Аргентина, Мексика, Россия и Америка. В России мы имеем три офиса, и за последнее время наша компания так сильно выросла, достаточно сильно выросла, что наша команда достигает 600 сотрудников. Идем дальше. Что же мы сегодня с вами обсудим? Честно говоря, немножко плохое зрение, работаю за ноутбуком, поэтому буду немножко подглядывать в телефон. Мы сегодня обсудим, что же такое мерч для компании. Я расскажу, как происходит в жизни цикл сотрудников нашей компании через мерч, после чего мы обсудим, что влияет на удовлетворенность сотрудников, поговорим о корпоративном стиле, почему это основа, почему это так важно, что такое брендбук. Покажу примеры из нашего брендбука, расскажу о проблемах, с которыми я сталкивалась, и тут же обсудим пути их решения. И в конце поговорим, как измерять удовлетворенность сотрудников. Ну там, ладно, узнаете все по ходу презентации. Это я вот так делала. Что такое мерч для компании? Прежде всего это репутация, прежде всего это лояльность сотрудников, и прежде всего это увеличение узнаваемости бренда компании. Мы привыкли, точнее раньше так было, что мерч компании это просто футболка, ручка и блокнот, допустим. Но уже давно все совсем не так. Это большой бизнес инструмент, с которым можно работать, через который можно влиять на, вот как я уже сказала, на репутацию компании, на лояльность сотрудников, и, конечно же, на увеличение узнаваемости бренда компании. Мерч помогает выделиться компанией той или иной среди своих конкурентов, потому что продукция с символикой бренда, она уже рекламирует и продает вас, ваш бренд, вашу компанию. Наши сотрудники — это живая реклама. Также мерч помогает транслировать те ценности, которые компания несет в себе, помогает объединять сотрудников в определенное единое комьюнити, и сотрудники, надевая футболку той или иной компании, того или иного бренда с логотипом, они тем самым показывают свою лояльность. Простите, я еще так разогналась, что думаю, за мной кто-то гонится. Сотрудники, надевая мерч компании, они показывают свою лояльность к этой компании, приверженность, разделение целей, и если при всем этом мы еще уделим особое внимание удобству и качеству мерча, то настроение сотрудника возрастет в несколько раз, и, естественно, они будут пользоваться этим мерчом много раз, много лет, и носить его с удовольствием. Плюс, если мерчи не только удобные, качественные, но полезные и практичные, то им пользоваться, как я уже сказала, будут чаще, узнаваемость будет расти, расти и расти, узнаваемость бренда компании будет расти, расти и расти. И в совокупности, что нам дает узнаваемость бренда компании и лояльные сотрудники? Что мерч у нас носится, носится с гордостью, он красивый, и самая моя цель — достичь того, чтобы мерч нашей компании стал повседневностью наших сотрудников. Я считаю, что это будет самая большая победа, и которой нужно стремиться при создании корпоративной продукции с логотипом бренда. Жизненный цикл в компании через мерч. Старт. Это самое приятное и в то же время самое стрессовое время сотрудников компании. Сотрудник приходит, первый день, он не понимает, где он, он не понимает, что с ним сейчас будет. Новые люди, новая компания, новая работа, куча документов, которых нужно подписать и изучить, и мы ему преподносим такой прекрасный welcome box, в котором есть все то, чем он будет пользоваться на протяжении всего. Welcome box у нас одинаковый абсолютно для всех. Неважно, кто ты, Джун, либо топ-менеджер, неважно, где ты, в Таганроге, в Ростове или в Мексике. Даже если ты на другом континенте, у тебя все равно один вот такой вот welcome box, для всех он одинаковый. И согласитесь, приятно в первый день получить не только кипу бумаг и волнение, которое у тебя будет, но и приятный подарок, на который ты можешь отвлечься, и он уже показывает, что о тебе здесь заботятся, тебя здесь ждали. И так будет дальше. Испытательный срок. Прохождение испытательного срока – это тоже немаловажный, немаловажный этап в жизни каждого сотрудника. И по истечению 90 дней хочется подчеркнуть тот момент, что сотрудник стал полноценным членом команды дистиллери. И мы нашли выход, и мы делаем корпоративные кружки. Они именные, как вы видите, и сотрудники пользуются ими в офисе каждый день. Единственное, что хочу сразу сделать, небольшую пометку о том, что кружки доступны сейчас только сотрудникам, которые находятся в офисе. Время работы в компании – это самое жирное время по мерчу для сотрудников, потому что здесь они срывают весь куш, здесь и персональные боксы, которые входят, все, что вы видите на экране, здесь и какие-то корпоративные мероприятия, здесь и лимитированная коллекция, здесь и командный мерч, о котором мы поговорим немного позже. Это все они получают во время работы в компании. Ну и ни для кого не секрет, что жизнь в компании когда-то завершается. Это самый такой трудный, самый, наверное, грустный этап, но чтобы немного подсластить эту пилюлю, у нас тоже есть в запасе Forel Box, Forel Gits. Это футболка. Здесь изображена просто обычная стандартная футболка-дистиллери, но для каждого сотрудника, который покидает компанию, она индивидуальна. Мы стараемся подобрать дизайн и сделать футболку именно под каждого сотрудника. Возможно, у кого-то это была фотка из Slack, у кого-то это был эмоджи из того же Slack, либо мем, который ассоциировался с этим сотрудником. Здесь мы прибегаем к помощи команды, с которой сотрудник взаимодействовал больше всего, и в конце мы дарим такой подарок, и сотрудники приятно удивлены, потому что каждый раз это что-то разное, нанесение на футболке какое-то разное. Что влияет на удовлетворенность сотрудников? Конечно, там очень много показателей, но я хочу разобрать три самых главных. Качество, универсальность и актуальность и польза. Поговорим о качестве. Но здесь я думаю, что все со мной согласятся, что качество мерча – это равно лицо вашей компании. Хорошее качество. Естественно, можно сказать, что компания достойная. Подарок может быть мерч, может быть абсолютно любой, он может быть такой классный, он может быть такой вот индивидуально подобранный для тебя, но если это все порвется, сломается, потрется через некоторое время, через короткий срок, это будет некачественным материалом, от этого не будет никакой пользы, и сотрудники, естественно, расстроятся. Универсальность и актуальность. Я хочу подметить, что не нужно привязывать создание мерча, допустим, по гендерному признаку, либо же к какой-то определенной дате, либо же к какому-то определенному времени года. Допустим, если у вас лежит стандартная футболка, не нужно написать в дистиллере 2020, потому что придет сотрудник через год, а у вас футболки, ой, толстовки либо футболки, они явно останутся. И там в дистиллере 2020 придет сотрудник в 2021 году, он скажет, извините, неактуально. Ты больше вот это никуда не денешь, ходи дома сама. Либо же, допустим, по цвету, если у вас корпоративный цвет розовый, я думаю, что найдутся такие ребята, которые скажут, девчонки, извините, носите эти кепки сами, а куда мне саму, у меня и так есть. Поэтому выберите универсальный цвет, который подойдет абсолютно всем. Плюс по времени года. Мы делали корпоративные толстовки на Новый год. При этом мы постарались сделать так, что эту толстовку можно носить и летом. Да, там есть какие-то новогодние атрибуты, но это можно заметить, если ты просто вот прям будешь очень всматриваться, либо там близко подойдешь. А так это просто толстовка, домик, елочка, что-то такое приятное. Белая толстовка, которая актуальна летом всегда. И, конечно же, польза. Польза от мерча. Я не хочу здесь изобретать велосипед и вам не советую. Просто проанализируйте, чем сотрудники пользуются каждый день. И медленно, но верно постарайтесь писать это в ваш корпоративный мерч. Я уверена, что это найдет отклик. Я сломала. Извините. Корпоративный стиль — это основа мерча. Мерч — это отражение вашего бренда, поэтому, пожалуйста, используйте брендбук. Если у вас нет брендбука, я рекомендую вам поработать с вашим дизайн-отделом плодотворно и некоторое время, но это будет на такую длительную перспективу, вы даже себе не представляете. Сейчас я покажу наш корпоративный брендбук, из чего он состоит, эта небольшая вырезка, и расскажу, почему это очень важно. Здесь вы видите наши корпоративные цвета. К сожалению, они не все здесь, потому что все не уместились. И вот очень сложный цвет, золотой, с которым я обжигалась не один раз, пока не нашла выход. Здесь плохо видно, потому что очень маленькое изображение. Здесь есть коды в разных форматах, которые можно отправлять тем подрядчикам, с которыми вы работаете, и вы получите действительно вот такой цвет золотой, а не там пурпурно-розовый, вместо того, которого вы хотите вы. Плюс логотипы. Вот такие это все форматы логотипов, которые есть в нашей компании. Других вы не найдете, и другие вам никто не даст напечатать. Поэтому вся продукция дистиллери используется именно с вот такими логотипами, и никуда от этого не деться. Но здесь я буду противоречить самой себе, потому что один раз мы так нашалили на огромном корпоративном мероприятии, которое шло у нас абсолютно на всю компанию. Это было глобальное мероприятие, это был хакатон. Мы здесь пришли к дизайнеру, мы сказали, мы вообще не хотим все наши корпоративные цвета сделать нам то, что мы действительно запомним, то, чем мы будем, я не знаю, гордиться. И это и стало нашей лимиткой. Наш хакатон. Здесь вы видите, что действительно не использовалось вообще никаких корпоративных цветов. Плюс здесь такие немного неформальные для нас подарки. Это была подушка, это носки. Было еще хоккейное джерси, которое не уместилось, были пауэрбанки. Все это до сих пор носится, и все это носится теми сотрудниками, которые были именно в тот момент, когда проходил этот хакатон. И при том, что хакатон проходил у нас удаленно, и мы отправляли весь этот мерч каждому сотруднику на дом. Это была очень кропотливая работа. Также я хочу сказать о том, что очень важны другие виды мерча, не только лимитка. То есть это ивент-мерч, это новогодний, это командный, это коллаборации. Сейчас немного о каждом. Ивент-мерч — это новогодний, это какие-то на 23 февраля, на 8 марта. Мы еще пока не отказались от гендерных праздников, поэтому работаем над мерчом. Новогодний. Здесь тоже есть над чем разгуляться, просто уйма каких-то идей, которые воплощаем. У нас были и пледы, у нас были и вот эти корпоративные белые толстовки, о которых я вам говорила. Командный мерч. Что здесь подразумевается? У нас в каждой компании есть различные команды. HR-команда, QA-команда, команда веб-разработчиков, мобильных разработчиков и команда рекрутеров и так далее. Я просто вспомнила, что мы делали для рекрутеров, когда они закрыли просто все свои показатели. Мы выросли в компании до 500 человек, это было в прошлом году. Мы сделали им толстовки, о господи, футболки на всю команду, что супергерои, кубок супергерой, и это есть только у них, и это действительно им напоминает о том, какую классную и колоссальную работу они проделали. Ну и, конечно, коллаборации. Если вы мэтчите с кем-то при создании какого-то митапа, может быть, либо какого-то общего мероприятия, да создайте вы мерчи, это будет вам напоминать о том, что вы дружны с этой компанией. Вот, допустим, мы работали с Setters вместе, и у нас есть у некоторых ребят, которые участвовали в этой коллаборации, которые взаимодействовали с ребятами из другой компании, у них есть футболки Distillery Setters. От них мы взяли цвет корпоративный, от нас мы взяли логотип, но их логотип и свой логотип совместили, и все это было круто и классно. И проблемы, и пути решения, с которыми вы столкнетесь, и с которыми столкнулась я, и я сейчас их расскажу. Качество. Как я уже говорила, это самое важное, что может быть, и как добиться хорошего качества. Не пожалеете денег, не пожалеете пару тысяч, чтобы заказать мерч, чтобы сделать пробник. Пусть это будет одна вещь, но вы ее посмотрите, вы ее пощупаете вот здесь, и вы будете понимать, как у вас будет выглядеть вся коллекция, чтобы вы не брали кота в мешке, даже если это проверенный подрядчик. Сроки. Здесь я горела, как могла. У нас был летний корпоратив, я живу в Ростове, корпоратив в Краснодаре, вещи в Ставрополе. Как они дошли за один день, это просто мне повезло. Поэтому, пожалуйста, чтобы так не обжигаться, и у вас не сидели волосы, делайте примерно за неделю, либо за две, выставляйте сроки подрядчикам, чтобы мерч у вас уже полностью весь товар у вас был, допустим, в офисе, либо уже лежал на площадке, на которую вы планируете поехать. Потому что я планирую, не планирую, я рекомендую закладывать две недели, потому что подрядчики тоже могут слететь сроки, и он может немножко вас подвести, но у вас будет этот драфт времени, в который вы уложитесь, и вы будете сами спокойны. По количеству. Здесь я рекомендую заказывать всегда каждого размера на несколько штук больше, потому что у вас приходят новые сотрудники, либо, даже если это не поразмерный ряд, на несколько все равно заказывать больше, потому что приходят новые сотрудники, что-то может в пути повредиться, что-то может сломаться, но вы будете знать, что у вас есть запас в любом случае. Ну и плюс, если это мерч, который не привязан ни к чему, вы можете использовать его на других мероприятиях, которые также вам помогут, и вы уже не будете думать, господи, что мне делать, у меня там послезавтра организовалось быстрое мероприятие, а мне там нужно 20 блокнотов, а они у вас вот, пожалуйста, лежат с прошлого мероприятия. Размер. Это касается одежды, в основном толстовок, футболок, кепок и так далее. Ну кепки это, конечно, вещь не такая уж и индивидуальная, там есть одинаковые размеры, но вот с толстовками и футболками дело обстоит немного сложнее. Когда вы берете у подрядчика размерную сетку и отправляете опросник своим сотрудникам, какой у тебя размер, скажи мне, пожалуйста, он тебе пишет там, у меня S, либо у меня 42-й. Нет, вы отправляете вместе с той размерной сеткой, которую вам присылает подрядчик, и вся ответственность на размере уже будет лежать на сотруднике, чтобы после этого он не пришел и не сказал, а у меня толстовка маленькая, у меня ни на чего не налезает, или у меня слишком большая. Ну, дружок, вот размерная сетка, пожалуйста, выбирай себе сам все, что ты хочешь. Либо кто-то может выбрать на два размера побольше, либо там совсем огромный, то есть не для себя, а чтобы носил его человек, который живет там рядом с ним. Идеи. Ну, я надеюсь, у всех такое есть. Идеи. Здесь брейнштормить одной вообще не супер. Зовите свою команду, зовите креативных людей в компании, они действительно есть у каждого из вас. Не пренебрегайте идеями сотрудников, которые приносят вам вот так идеи на этом блюдечке. У нас так появились шоперы прекрасные, которые, ну вот, казалось бы, бери идею, но все ходят. Но нет, нам принесла это наша девочка из компании, и мы теперь классно юзаем эту идею. Поэтому берите на брейнштормы команду, мониторьте идеи других компаний, и будет вам счастье. Ну и удаленные сотрудники. Самая моя любимая часть. Как мы с этим справляемся? Во-первых, я хочу сказать, что у нас есть удаленные сотрудники. В России есть удаленные сотрудники за рубежом, за близким рубежом. По России, как это ни странно, мы пользуемся услугами Почты России, у нас есть личный кабинет, и, как бы это ни звучало, они достаточно хорошо и быстро справляются со своей работой. Плюс вам не нужно там идти в отделение, к вам может приехать курьер, либо вы сами можете приехать в это отделение, просто оставить это все там, и уехать, и оплатить по договору. С сотрудниками, которые находятся в ближнем зарубежье, дело обстоит все иначе. Там мы просто работаем по договору с компанией, которые работают в этих странах. Вот и все. Все проблемы решены. Как измерить удовлетворенность сотрудников? Ну, здесь я не буду изобретать велосипед, и это все достаточно очевидно. Закругляемся. Угу, это три минуты. Это все достаточно очевидно. Вы, когда делаете опросник по мероприятию, просто включите туда вопросы по поводу мерча. Все ли понравилось, был ли актуальный, подошел ли размер, есть ли идеи для следующего. Пожалуйста. Потом сделали выгрузку, посмотрели, измерили удовлетворенность. И выводы. Хочется еще раз напомнить, что качество, уникальность и польза — это удовлетворенные и довольные сотрудники вашей компании, в ваших толстовках, футболках и с карандашами в руках. У меня на этом все. Спасибо большое. Спасибо.